Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Сегодня мы вместе с Аней, Аникей и Никитой Лихманом отправляемся в новое путешествие. И на этот раз это Панама. Будет интересно, поэтому давайте начинать. Полетели! Какая у тебя красивая шляпка? Это не шляпка, это Панама. Интересно, а куда ты в ней собралась? На океан. Я тоже хочу увидеть настоящий океан. Тогда тебе тоже нужен головной бар. Панама. А напомню, как он называется. Па-па-на-ма. Панама. Точно! Именно туда мы сегодня, ребята, с вами отправимся. При этом, Елена, мне пришли по грудь Панаму. А я подумала, что мы сегодня с вами отправимся в Панаму. А, кстати, почему бы и нет? Может, отправимся? Да, с удовольствием. Тогда берем наш волшебный бинокль, говорим наши заветные волшебные слова и отправляемся в Панаму. Ну что, готовы? Да! Давайте вместе. Ту-ту-ту, чу-чу-чу, путешествовать хочу. Хочу отправиться в страну Панама. Полетели. Кто первый будет смотреть? Я. Давай, Никитка, смотри, что ты видишь. Так. Я вижу... Множество Панам. Красивая природа. Ой, какой океан! А как он называется? Тихий океан. Анечка, попробуй ты. Глаза короткие. Так, 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 что ты видишь? Я вижу... Я вижу много птичек. Ой, и лес, простите, города. Ну что, ребята, вам понравилось? Да. Тогда давайте узнаем немного больше о Панаме. Вот, например, флаг Панамы. Нравится вам? Да. Из каких цветов он состоит? Белых, красных, синих. Точно. Смотрите, какие звездочки здесь интересные, да? Да. Похоже даже на шахматную доску, да? Да. Ну-ка, а как вы думаете, что эти цвета обозначают? Синий обозначает океан, а белый обозначает мир. А красный, как вы думаете, давайте пофантазируем. Может быть, любого среди жителей Панамы? Да. Может быть. А давайте найдем Панаму на карте. Где же она находится? Так, вот наша Панама. Между чем она находится? Нет. Между Коста-Рикой, где мы уже с вами побывали, и Колумбией. Помните? Да. Да. Отлично. Ну что, а сейчас я предлагаю нарисовать флаг Панамы. Держите листики, а вы, ребята, присоединяйтесь к нам. Берите в ручки фломастеры, листочки и рисуйте флаг Панамы. А потом, знаете, что делать? Конечно же, фотографировать и присылать нам на электронный адрес. Ну, либо сразу прислать по почте. Да, ребята? Да. Так, вот вам флагмастеры, вот вам флаг, рисуйте. А пока вы рисуете, я предлагаю посмотреть на замечательные яркие рисунки, которые нам прислала Ульяна Желевич из города Пинска. Посмотрите, ребята, какой яркий рисунок. Что вы здесь видите? Солнышко, посмотрите, какое веселое, с веснушками. Здорово. Домик, так много деток. Даже белочка в дереве есть. Здорово, и цветочки. И кораблик. И лягушка. Все здесь нарисовала Ульяна. Отлично, спасибо тебе за этот рисунок. Но это не все, что прислала нам Ульяна. Также она нам прислала вот так много цветов. Наверное, Ульяна уже замечталась и побывала в лете, да? Да. Кстати, ребята, вы знаете, какая погода в Панаме? Какой климат? Как вы думаете, там снег лежит или все-таки тепло и солнышко? Тепло и солнышко. Да, там всегда тепло и солнышко. Вот такие цветочки получились у Ульяны. А еще это не все. Посмотрите, какую аппликацию нам прислала Ульяна. Классно, да? Да. Я бы такой букет подарила маме на день рождения. Точно, отличная идея. Спасибо Ульяне за то, что прислала нам такие замечательные работы. Нам очень приятно. Ребята, присоединяйтесь к Ульяне и присылайте свои творения к нам в студию. Мы обязательно всем их покажем. Ну что, как у вас дела, ребятушки мои? Нормально. Как флаг поживает? Хорошо. Ну а пока вы рисуете, я предлагаю узнать немного интересной информации о Панаме. Слушайте внимательно. Панама – это единственное место в мире, где солнце восходит над Тихим океаном, а садится в Атлантический. Панамский канал – одна из самых известных достопримечательностей на планете. В Панаме находится столько птиц, сколько нет в Канаде и США вместе взятых. Панама была первой латиноамериканской страной, которая сделала доллар второй национальной валютой. Представляете, в Панаме можно рассчитываться в магазине как долларами США, так и панамскими Бальбоа. Железная дорога в Панаме – самая дорогая железная дорога в мире. На ее строительство ушло 8 миллионов долларов США и 5 лет. Основными продуктами традиционной национальной кухни являются бобовые культуры, кукуруза, рис и мясо. В качестве гарнира местные жители предпочитают использовать жареные бананы. Разнообразные лепешки используются местными жителями в качестве тарелок и столовых приборов. А еще в Панаме никогда не бывает сильных ураганов и землетрясений, в отличие от соседних стран. Поэтому жить в Панаме очень безопасно. А еще, ребята, очень интересный факт. В Атлантическом и Тихом океане в Панаме можно искупаться всего лишь за один день. Представляете? Ого, я всегда мечтала за один день искупаться. Особенно в двух океанах. А еще в Панаме очень много птиц. Вы любите птичек? Да. А у вас есть любимая птичка? Да. Ну-ка, назовите мне любимую птичку. Какая вам нравится? Мне нравится соловей. Ага, а тебе, Анечка? Мне тоже соловей. Отлично. Потому что он проедко с ним. Да, это точно. Ребята, а как вы думаете, на каком языке разговаривают в Панаме? На испанском. Точно, совершенно верно. На испанском языке разговаривают в Панаме. Глянь, наши флаги Панамы готовы. Отлично, давайте их показывать нашим маленьким телезрителям. Ребята, посмотрите, какой флаг получился у Никиты. Отлично. Мне кажется, очень похоже с этим флагом, да? Так, а вот такой флаг получился у Анюты. Отлично получилось. Ну что, друзья мои, вам понравилось это путешествие? Да. Хотите еще путешествовать? Да. Конечно, мы еще будем путешествовать, но уже в следующий раз. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОМЕЦ 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 Продолжение следует...